всем привет меня зовут мария мироневич и вы на канале как похудеть и смотрите несмотря на время выхода программу которая так и называется бодрое утро с марии мироневич просто с утра у меня сегодня была индивидуальная консультация поэтому пока консультация пока дела немного сегодня позже запишу записываю доброе утро но в любом случае я это делаю и очень этому рада сегодня я буду как всегда отвечать на ваши вопросы и вчера в директ в инстаграм мне поступило вопрос даже скажем так не вопрос а такой на душевный порыв наверное одной девушки которая писала о том что ей кажется что когда она начинает смотреть мои видео ей кажется что со всех сторон на все худеют всем дается похудение снижение веса намного проще чем ей и сегодня мы с вами об этом поговорим ну не о том что кому-то что-то дается легче а о том почему мы сравниваем себя с другими как это делать неправильно и как можно научиться со временем это делать правильно и вообще почему мы это делаем я себе написала такую план естественно по которому мы с вами будем эту тему обсуждать и первое что я хочу сказать на эту тему что я сама на самом деле очень много времени долгие годы сравнивала себя с другими людьми нас так приучили с детства это основная проблема то есть эти привычки с нами очень много времени находятся вместе и соответственно с ними для того чтобы с ними расстаться или чтобы эти привычки привычки эти изменить нужно тоже достаточно много времени и так в детстве ну вот мой личный пример у меня одноклассница маргарита ее зовут вот и всегда мне мама говорил вот смотри рита там образно что-то там-то там на молодец а вот и не молодец и вот в таких моментах мы привыкаем себя сравнивать с другими и естественно в невыгодным для нас свете и потом уже эти привычки переходят у нас во взрослую нашу уже самостоятельную жизнь и мы даже уже не вспоминаем откуда они у нас взялись это уже можно сказать происходит автоматически вот это сравнение себя с другими ну и конечно же мы сравниваем себя с людьми у тех даст людьми у которых больше чего-то чем у нас у которых что-то получается лучше чем у нас в общем сравнение как и в детстве всегда не в нашу пользу понятно что это все из детства но тем не менее сейчас мы уже взрослые люди сами в большинстве случаев мамы там если это мужская аудитория папы и так далее и значит мы уже сами решаем как же нам с этими привычками быть жить и сегодня я поделюсь своим личным опытом на тему как с этим можно максимально безопасно разобраться и что же делать вот с этим самым сравнением а потому что сравнить себя с другими так и тянет начинаем тут у меня шпаргалочка да очень много вопросов было от девушки например кажется что люди просто вот взяли остальные те кто снижает вес по моему методу просто открыли меню и тут же вот начали худеть все у них пошло идеально как по маслу и вот только одна она испытывает проблемы на самом деле конечно же все не так потому что если было бы все так действительно просто и вы были бы одной особенной у которой ничего не получается а у всех остальных все получается просто тогда бы лишний вес ожирения не были проблемой но сейчас конечно после до коронавируса мирового масштаба потому что каждый четвертый человек на земле страдает либо от лишнего веса либо от ожирения согласитесь но это очень удручающее статистика то есть все не так просто не только у вас дальше самая интересная мысль которую я хочу до вас донести это то что мы привыкли сравнивать себя с другими или с результатами других людей не на старте мы привыкли сравнивать себя на старте их финиша и соответственно для нас этот путь кажется долгим вообще непреодолимым как мы такое можем сделать это просто невероятно ведь он то где вон где а я то вот здесь такая бедная толстая несчастная и я так думала огромное количество лет и в том числе из-за этого не худела и так как же правильно себя сравнивать если уж так сильно хочется правильно себя сравнивать с в начале да лучше конечно вообще не сравнивать но мы про это поговорим потом но если уж вы решили сравнивать то нужно сравнивать начало то есть не то когда человек добился результата и вот он уже до готовенький перед вами вот допустим я похудел на 54 килограмма а вы еще не похудели на то количество килограмм который вам нужно это абсолютно бесполезные вредное сравнение потому что я уже до прошла очень много пути а вы только на него вступайте соответственно мы с вами находимся но это можно как пример привести в разных весовых категориях ну в общем на разных уровнях как угодно вот поэтому важно помнить о том что я весила 120 я думала что никогда не похудею что я искала диеты сидела на разнообразных диетах и чего только не перепробовала и кстати на то чтобы расстаться с этими самыми 54 килограммами лишнего жира у меня ушло более двух лет то есть но это достаточно долго и вот этот временной фактор меня тоже также как и вас часто останавливал начале похудения потому что я думала ну так я такая толстая чтобы мне похудеть это вообще не знаю сколько надо времени я наверное так никогда не смогу и вот ничего не делала и так теперь как же на самом деле можно и нужно сравнивать на самом деле нужно учиться сравнивать себя с собой именно с собой и видеть те результаты тот прогресс которого вы достигли и результат даже снижение веса и прогресс это не только цифры на весах прогресс самый малейший это то что вы вместо стакана газировки выпили стакан воды или то что вместо того чтобы стрескать еще одну шоколадку вы взяли съели яблоко грушу там банан и так далее или вместо того чтобы принести из магазина кучу вредностей вы принесли домой полезные там мясо овощи творог там кисломолочку и так далее то есть вы уже делаете что-то хорошее для себя и раньше вы этого не делали так почему же вот такие мысли сравнение нас а постоянно тянут это очень просто это один из вариантов это один из инструментов того чтобы оставаться так скажем в своей зоне комфорта той зона комфорта это не то место где нам хорошо а это та ситуация те условия в которых мы просто привыкли жить потому что находимся в них длительное время и соответственно несмотря на все те очевидные минусы которые есть в том что мы живем много лет с лишним весом страдаем от этого лишнего веса от лишнего жира страдает наша и страдает и ухудшается наше здоровье для нас это все равно вот такая привы такое да скажем привычное зло и когда мы начинаем впереди нас ждет что впереди нас ждет неизвестность то есть мы не знаем получится ли у нас мы боимся того что не получится потому что мы много раз пробовали и у нас не получалось и тут происходит такое вот столкновение да есть привычное зло но но зато есть плюсы вы можете есть вкусняшки ну а то что мы с вами привыкли называть вкусняшками вы можете не тратить ваши усилия на то чтобы наладить свой образ жизни вы можете жалеть себя много времени это проводить в этом процессе я так делала вот а неизвестность да это будущее которое казалось бы должно быть светлым то есть где мы расстанемся с лишним жиром оно сопряжено с большим количеством страхов то есть это и то что у вас опять не получится это это что вы достигнете не тех результатов до которых бы хотелось там по каким-то причинам возможно у вас многие допишут что мне там уже суза 40 и я не смогу похудеть на самом деле это не так просто все будет происходить медленнее у кого-то проблему со здоровьем напоминаю меня астма кто-то переживает за то что останется большое количество лишней кожи после снижения веса и вы все равно не будете счастливы да не будет нравиться ваше отношение ваше извиняюсь отражение в зеркале кстати вчера я в instagram опубликовала наконец-то так крупно как выглядит такое близкое фото как выглядит мой живет живот растяжки целлюлит варикоз в общем все о том как выглядит мое тело после похудения на 54 килограмма ищите в инстаграме ссылка на мою страницу будет закрепленном комментарии под этим видео и так продолжаем нашу тему немного я отвлеклась и вот эта неизвестность нас пугает и зачастую многие из нас в том числе я я делала так много раз мы предпочитаем оставаться вот в этом самом вот в этой самой зоне комфорта вместе с привычным злом с лишним весом с нашими не полезными вредными и вредящими нам привычками и для того чтобы обосновать самим себе да и всему миру а почему мы этого не можем то мы говорим что да у всех получается легче я особенно мне сложнее и я точно так же думал что это всем остальным легко а я бедная несчастная толстая много работы у меня двое детей у меня еще астма и вообще у меня было тяжелое детство и точно как я смогу еще и вот этим похудением заниматься это же так неприятно требует от меня много усилий и так далее и всегда обратите внимание когда мы вот такие сравнение начинаем проводить то мы ищем аргументы почему нет мы думаем о том а почему не получится очень часто почему я не смогу и находим сразу огромное количество до моментов почему это так мы думаем что у меня точно не получится потому что и к этой конструкции всегда находятся тоже большое количество словосочетаний и я вам хочу сказать что этим заниматься можно вообще всю свою жизнь можно до бесконечности всегда есть это кстати не мои слова цитирую кого-то если кто помнит кого напишите в комментариях всегда есть только одна причина почему и эта причина не страх не ну вначале хотя и страх тоже подходит но самая главная причина должна быть что именно вы этого хотите что именно вы хотите изменить свою жизнь действительно к лучшему именно вы хотите решить свои проблемы и потом уже конечно когда вы обозначили свое желание под эти желания вы подбираете необходимые инструменты именно так ну вот в моем личном опыте должна строиться система того как вы будете решать свои проблемы с лишним весом ну и не обязательно с лишним весом и конечно стоит сказать о том что вот такая позиция это все-таки позиция жертвы то есть что я не могу я не справляюсь я бедная несчастная я много лет так жила честно я думала что все в мире против меня шоколадки на меня практически нападают сами запрыгивают в мой рот и я тут вообще абсолютно ни при чем я бедная несчастная толстая безвольная женщина и никто мне не может помочь ну уж а я то себе тем более не смогу как видите прошло более двух лет я женщина которая похудела на 54 килограмма и я не хочу чтобы у вас была какая-то идеальная картинка я это всегда повторяю я до сих пор учусь и действительно это процесс длительный никто не говорил что будет быстро ну кроме шарлатанов конечно никто не говорит что это будет легко нет это жизнь и если ты что-то хочешь получить своей жизни то ты не ждешь пока она тебе свалится с неба то ты работаешь зарабатываешь и да я говорю сейчас не обязательно про финансы для всего нужно работать для всего нужно прикладывать усилия и в конце концов ты получаешь свой заветный результат результат именно своей работы и да все мы разные у всех разная жизнь у всех разное здоровье но это не значит что не получится у вас это значит что вы должны именно в своей жизни найти ну в своей жизни своей обстановки в своих условиях найти почему у вас получится и именно вы лучше всех знаете ответ почему да я хочу сказать что я вас верю я хочу сказать что я знаю как это сложно как никто другой и я хочу сказать что у вас обязательно получится самое главное продолжайте продолжать надеюсь сегодняшнее видео для вас было полезным мотивационным и сейчас я подгляну еще в свой сценарий вдруг я что-то забыла сказать нет я все кстати хорошо сказала потому что я еще со вчерашнего дня про это думала когда ваш комментарии ну не комментарий сообщение наверное увидела в директ и меня это все переваливалась очень много времени и вот вылилась в такой спич потому что я про это очень много думала и очень часто от вас тоже получаю такие комментарии возможно что вот но тебе это легко и идет перечисление почему именно мне легко возможно со стороны это так и выглядит но на самом деле никому нелегко он просто когда мы ищем какой-то ориентир для себя мы берем да за пример людей которых у которых уже получилось а вы у вас еще просто не получилось вот и вся разница между нами поэтому я надеюсь что это видео вам поможет смотивирует и вы будете все-таки больше думать о том почему да о том почему я смогу начнете искать свои инструменты и самое главное работать для себя для своего здоровья и конечно просто продолжать это самая эффективная стратегия поэтому с вами была почти утренняя мария мироневич я желаю всем любви добра конечно же побольше здоровья и обязательно терпение всем пока до завтра